Здравствуйте! На государственном телеканале Западно-Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Конференция на тему 101 год со дня до июля признания Республики Западно-Армения. США ожидают, что Азербайджан немедленно выведет свои войска из Армении. Часть азербайджанцев до сих пор находится на территории Сюника и Геархуника. В Джавахе отпадывается реконструкция крепостей. Озеро Ван окрасилось в красный цвет. Британские депутаты потребовали от властей страны пересмотреть отношения с Турцией. Состоится предпросмотр фильма «Армения. Колыбель христианства». Поддержим телевидение Западно-Армении. Полный видеоролик конференции под названием «101 годовщина де юра признания Республики Западно-Армения», прошедшей в Ереванском офисе Западной Армении, доступен на веб-сайте WesternArmemia.tv и на платформе YouTube. США внимательно слезят за ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном и ожидают, что Азербайджан немедленно выведет свои войска. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джолина Портер. Она подчеркнула, что США считают действия Азербайджана на границе с Арменией провокационными и призывают положить им конец. «Мы уделяем пристальное внимание ситуации, положению сил. Мы считаем их безответственными в этих регионах, поскольку она является необоснованным провокатором. Мы надеемся, что Азербайджан немедленно выведет все свои силы и прекратит дальнейшие провокации», сказала она, привзвав обе стороны разрешить свои разногласия путем переговоров. Портер также спросили, как этот инцидент повлияет на военную помощь США Азербайджану. «Мне нечего заявлять», сказала она. По состоянию на утро 15 мая, ситуация, возникшая после вторжения вооруженных сил Азербайджана 12-13 мая в приграничные районы Суникского и Георхуникского районов Республики Армения, под предлогом корректировки границы, еще не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действия армянских частей, азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые части, часть из них еще находится на территории Республики Армения. Об этом сообщает Минобороны Республики Армения. Следует отметить, что на всех трех направлениях, где азербайджанские вооруженные силы пытались обеспечить позиционное продвижение, вся территория, сами военные и способы их обеспечения находятся под полным контролем вооруженных сил Армении. Ожидается, что переговоры о мирном урегулировании конфликта, начавшиеся 12 мая, продолжатся сегодня. В Джавахке реабилитация Ахалкалакской крепости и крепости Абул откладывается из-за ситуации с пандемией коронавируса. По крепости Абул готовится документация и исследование, а по реабилитации Ахалкалакской крепости пока все отложено. Руководитель отдела по связям с общественностью Агентства по защите культурного наследия Грузии БКБ Рамидзе в разговоре с JNews сказал, что на процесс реконструкции повлиял коронавирус. Если на крепости Абул ведутся археологические исследования, то на крепости Ахалкалаки, которую также планировали исследовать, работы откладываются на неопределенное время, пока не будут решены финансовые проблемы, которые возникли из-за пандемии. После проливных дождей в районе Мурадзи провинции Ван в Западной Армении озеро Ван покраснело из-за притока мутной воды. После проливного дождя Ил, принесенный дождевой водой с высокогоря через реку Бен-Дима, упал в реку Ван. Изменился цвет воды на берегу озера Ван. Такое изменение цвета воды в сочетании с бирюзовой водой посреди озера создает неповторимый и красивый вид. 53 члена британского парламента направили министру иностранных тел Доминику Раабу письмо, в котором выразили обеспокоенность с последними событиями в Турции. Депутаты заявили, что они глубоко обеспокоены нарушениями прав человека в Турции, арестами политиков и журналистов, незаконными действиями, связанными с судом над Кобани, и решением официально выйти из Тамбульской конвенции. Нарушение прав на свободу мысли представляет собой серьезную угрозу демократии. Требовалось созвать заседание по Турции. Кроме того, делегация британских парламентарев отправится в Турцию, в частности, для проверки тюрем в восточных регионах этой страны, которые являются оккупированными территориями Республики Западная Армения. Документальный фильм «Армения. Колыбель христианства». Предпросмотр состоится 10 июня 2021 года в 19.00 в Авторвилле, Франция. Тысячелетняя история, родовые ценности, культурное и религиозное наследие и все остальное интересующие вас темы будут продемонстрированы в этом фильме. Большое спасибо Нареку Восконяну за этот прекрасный фильм. Сборы от этого документального фильма пойдут в ассоциацию MyWay, которая и занимается борьбой за гарантии включения детей с аутизмом или инвалидностью в общество Армении. Сценарист и режиссер фильма Нарек Восконян. Уважаемые подписчики, дорогие соотечественники, государственное телевидение Республики Западная Армения продолжает свою повседневную работу на благо нашего государства и армян в изгнании, разбросанных по всему миру. Мы не занимаемся саморекламой, но нам нужна поддержка каждого из вас. Наше телевидение считает своей миссией стать особым маяком самопознания и патриотизма. Теперь, когда маленький уголок нашей родины, Арцах и Армения оказался в центре геополитической бури, мы стоим на своей твердой позиции как защитники справедливой борьбы армян. Западная Армения рядом с вами. Наша борьба справедлива и её победный конец близок. Вместе мы можем сделать больше. Далее для вас арабо Испирян. Камавур. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте Государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.